Праздник Рождества Христова Остается значимым и для верующих И неверующих людей В чем его сила? Мы живем в христианском мире Забывающим о своем христианстве Отказывающимся от своего христианства Но все же еще пока в христианском мире Поэтому Рождество для нас Для всех это праздник Так же как и Пасха И слава Богу, что это так Это залог того, что Люди, которые сегодня В храм не ходят Говорят о том, что в Бога не верят В какие-то моменты своей жизни Могут стать восприимчивыми И к проповеди церковной И к действию Такому прямому действию Бога в их жизни И приходят в храмы Ведь очень много людей, стоящих в наших храмах 5, 10, 15 лет назад И даже не думали о том Что они станут православными христианами Что они будут молиться Соблюдать посты, праздники Тем не менее, как каждого из них Господь своим каким-то путем Как он сам один знает Привел к себе И эти люди сегодня Вместе с нами в церкви Вот, поэтому Вот, наверное, поэтому Мы и Договорим еще о том, что Страна у нас христианская Хотя, конечно, христиан мало Мы в меньшинстве Но везде Во всем В нашей культуре В нашей истории В нашей литературе В нашем искусстве В нашей музыке Везде Везде еще Звучит христианство Гимн Христу Пришедшему В мир Куда восходят традиции Празднования Рождества Христова? Ну, смотря, что вы имеете в виду Празднование Рождества Христова Началось с самого начала Жизни христианской церкви И празднование В нашем смысле слова В церковном Это богослужебное празднование Это празднование в храме Это соответствующие службы Подготовка к празднику Время рождественского поста Соответствующие богослужения Песнопения Какие-то обряды А традиции, о которых вы спрашиваете Скорее всего, традиции Такого народного празднования Они самые разные По своему происхождению И по своему времени возникновения Традиция такая вот Домашняя, народная, скажем Это елка наряженная Дома Не в храме А дома Это обычай славить Христа Иногда называют калядование Но это не совсем правильно Обычай славить Христа Когда дети, подростки А иногда и взрослые люди Ходят по домам С песнопениями Рождества Христова Прославляют Христа Им дают какие-то подарки за это В каждом народе И в каждой местности Свои традиции Свои традиции, скажем В Европе Причем одни традиции в Италии Другие в Ирландии Свои традиции в православных странах Одни традиции в России Другие немножко на Украине Третьи в Румынии Четвертые Грузии или Греции Везде есть какие-то традиции Все они От желания людей Каким-то образом Продолжить литургическое празднование Рождества И поделиться радостью О пришедшем в мир Христе Спасителя С как можно большим количеством людей Вопрос от зрителя Слышала однажды от католика Что Рождество это радостно гармоничный И скорее католический по духу праздник А православные больше любят Пасху Драму и трагедию Внутри радости воскресенья Глупости Глупости Глупая совершенно рефлексия Над вещами На которых человек Не очень хорошо разбирается Рождество Такой же точно наш праздник Как и Пасха Да Пасха это праздник Праздник и торжество Торжество Это вообще главное событие Человеческой истории Даже можно сказать Это вообще то Ради чего Вся эта история началась когда-то Пасха Но Рождество Христово Это приход в мир Бога Спасителя Это тоже для нас Очень Мы не делим Вот это больше Это меньше Это выше Это ниже И тем более не рефлексируем На тему там Каких-то психологических Да Постфактум рассуждения О том что там кому ближе К католикам Человек ближе К православным И Рождество Христово для нас Это радость Ликование Торжество И Пасха Да Голгофа Да Страдания Да Но и радость Воскресения Я думаю Я думаю у католиков Пасха тоже не меньше Окружена Ну у нормальных католиков Католики По крайней мере Осознают свою веру Осознавали раньше Не знаю Как сейчас Вот где лучше Встречать Рождество Христово Можно ли в паломничестве Где-нибудь в монастыре Или все-таки Это праздник семейный Это праздник семейный По преимуществу Встречать конечно Нужно в храме А что касается Паломничества Или монастыря Ну если человек один живет Никого нет Можно Поехать допустим В любимый монастырь Куда вот приезжаешь В отпуск Скажем потрудиться Конечно и на праздник Можно поехать туда тоже Да И на Рождество И еще куда-то В паломничество Мне кажется Это немножко суетливо Это утомительно И Это все Дороги Это Автобусы Там Или там Самолеты Ну Есть только Вифлеем Это да Это конечно Стоит того А так вот Мне кажется Все-таки Лучше Так Или дома Или рядом Где-то с домом Да Вот Но если есть Близкие Если есть дети Внуки То надо Обязательно Побыть с ними Как-то Остаться Вот Как нужно провести Святки Которые следуют За Рождеством Ну Вот Святки Это такое Простонародное слово А вообще Святые дни Святые дни Святые дни Да Сразу понятно Как провести Святые дни Радостно Но Без разгула И Это дни Когда Человеку Человек Приглашается В храм Ходить Как можно чаще В храм И В это время В святке Можно Причащаться Не постясь То есть Обычно Мы перед причастием Как-то Соблюдаем пост А здесь Можно причащаться Хоть каждый день И без поста Вот Мало кто Этим пользуется Этой возможностью Но такая возможность Устав церковный Ее предусматривает А вот Собственно Наиболее правильное Проведение Святок Святки Это еще Время Дел милосердия Вот Какие Благие дела Можно делать В это время Любые Абсолютно Любые Вообще Знаете Часто задаваемый вопрос Какие дела Милосердия Можно делать На Рождество Какие делать На Пасху Какие сделать На Троицу И так далее Я думаю Что вообще Человеку Который Задает Такие вопросы Нужно Очень внимательно Хорошо Осмотреться Вокруг себя Найти Найти Какого-то Человека Это может Родственник Даже Дальний Какая-нибудь Бабушка Может быть Соседка Старенькая Которая Надо Помогать И просто Начать Ей Помогать Независимо От церковного Помочь Сия Мира И Как бы С пришествием Христа Спасителя Все становится На свои места Вот Все Недуменные Вопросы Все Какие-то Вопрошания А вот Знаете Так вот Проклятые А почему А вот Как Вот Все это Разрешил Спаситель Христос Он пришел Для того Чтобы Пострадать За наши Грехи Удовлетворить Правде Божией Спасти Человечество Вот Все Стало Разумным Понятным Вот Этот Свет Разума С Его Пришествием Я бы сиял Миру Владыка Что вы можете Пожелать В этот Светлый Праздник Нашим Зрителям Ну что Можно пожелать Семейного Счастья Благополучия Любви Мира Вот И Исполнения Желаний Ну обычно Когда стоит Ёлка То люди Загадывают Желания Вот Чтобы Добрые Желания Каждого Человека Исполнились Спасибо Владыка До свидания До свидания Уважаемые Зрители С праздником Желаю вам Счастья Добра Веры Надежды Любви До свидания Счастья 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 Счастья